Всем привет! Сегодня новое видео на канале. Я сегодня буду обозревать, скажем так, новинки лета, которые у нас вышли. Фотографии уже доступны в качестве, официальные, то есть коробок, каких-то функций. Предварительные фотографии, слитые из каталога, я уже обозревал. В целом, ну, какие-то нововведения есть довольно-таки интересные. Начнем, наверное, с первого набора и самого большого, топового. Это самосвал Volvo. Ну, понятно, тут также серая арка осталась, все, то, что тут много деталей очень желтых, новые желтые арки, гнутые панели, микропанели, узенькая панель загнутая, все это понятно. А вот задняя сторона коробки гораздо более интересно. Ну, во-первых, нет никакой альтернативной модели. Вообще, кстати, не будет ни одной альтернативной модели, ни одного набора из трех. Можно посмотреть, сколько количества деталей состоит кузов. Реально, в желтых панелей много, очень много их таких вот треугольных. Можно посмотреть и по моторам. Мотор, как я и говорил, к сожалению, всего три. То есть, это L-ка, XL и какой-то новый мотор, который будет ломать раму. Также открывается вот из функции капот. Там макет двигателя внутри, причем вроде как с маленькими поршеньками, вот если так приблизить картиночку. Вот, ломающаяся рама, подвески никакой нету. Просто там вот, скорее всего, будет какой-то сочлененный шарнир спереди. И самое интересное, на самом деле, это то, что в модели будет коробка передач. Вот внизу есть изображение. Можно посмотреть, что там видна переключалка между красных шестерен. То есть, это, видимо, какая-то пониженная, повышенная передача. Причем, если обратить внимание, то она отходит к бежевым шестеренкам, которые идут к актуаторам. То есть, мое предположение таково, что коробка передач работает как раздатка и как коробка с разными передачами. То есть, вот эта муфта на дна видна, какая-то одна, скорее всего, или левее, или правее где-то стоит. То есть, вероятно, у нас три передачи будут разной скорости для данной модели. И одна из передач будет раздаточная на прокидывание кузова, и всем этим будет рулить L-мотор. К сожалению, всего один мотор на движение, но коробка выглядит интересно. Привод у модели полный. Посмотрим, что там будет в этом плане. В модели применим новый дифференциал, и там вот очень плохо, но видно, что он красненький. Ну, длинные актуаторы, это все понятно. И по картинке, которая вот с коробкой, там видно, что у нас не планетарные передачи, понижающие к колесам, а вот старые порталы. Ну, в принципе, с одной стороны, конечно, у нас до сих пор всего один набор с планетарками, это не понижает их стоимость никак. Но зато у нас снова набор есть с порталами, потому что вроде как в последний раз они были довольно-таки давно уже. И сейчас в наборах новых, по-моему, не встречаются. Внешний вид модели, мне кажется, вполне нормальным. Надеюсь, на обзор получу свои приобрести, потому что модель явно очень большая, деталей огромное количество. Сдается мне, что это будет превосходным ресурсником. Поехали дальше. Вертолет, конвертоплан новый. Тут, ну, в целом, изображение вот на коробке такое же, как было в каталоге с литом. Нам просто теперь показали, как выглядит блок с мотором. Ну, и по функциям задняя сторона, опять-таки, нет никакой альтернативной модели. То, что у нас от моторизированных функций открываются шасси и рампа сзади, вот погрузочная, в грузовой отсек. Поворачиваются в двигатели с винтами. И то, что вращаются винты от мотора. И видно коробку передач раздаточную. Вполне хороший преемник предыдущих вертолетов, которые в технике выходили. Особо ничего нового нет. Просто теперь такой вот новый внешний вид. И все это сделано теперь по лицензии, а не из голодизайнера. По панелям много темно-серых панелей. Это радует какое-то количество оранжевых панелей. То есть, ну, опять-таки, я думаю, это будет отличный ресурсник. И изображение вот на основу блока. С блоком наиболее интересно, что выхода у него два. И вот эти вот разъемы, которые их включают. Наличие такого блока меня радует. То есть, не просто теперь дистанционный блок есть. Но еще и простой. Можно какой-нибудь будет собрать механизм, подключить к нему быстро мотор. И понять, как это работать не нужно будет. Там смартфон подключать и прочее. Это удобно. Поехали дальше. Бетонная мешалка. С бетонной мешалкой. Опять изображение на коробке такой же, как в каталоге. Тут ничего нового нет. Сам большой этот цилиндр, он из двух половинок. И вроде как, вот, буква S со стрелочками оранжевыми. Это, по-моему, принт на самом этом вот половинке этого цилиндра. И нас ждет небольшой облом. Вот если в Volvo там была темно-серая микроарка, ну, маленькая арка. Здесь эта арка, ну, по изображениям теперь видно, что она белая. То есть, если у вас есть машинка Top Gear, там есть пять белых арок. Теперь у вас будет шестая. Но если у вас есть Volvo, у вас не будет двух серых арок. У вас будет только одна серая арка. И цена ее будет явно высокая. То есть, мы покупаем Volvo и три заказываем за бриклинка. Я думаю, цена на них будет довольно-таки большой. Ну, возможно, я себе, может, куплю. В плане ресурсности набор уже не такой интересный, мне кажется. Потому что тут какая-то цветовая немножко, ну, радуга. Основа у него темно-светло-серая. Есть вот белые детали, типа вот этих сэндвичей. Или как их там называют. Небольшое количество загнутых панелей. Серые панельки есть. Чуть-чуть совсем маленькие. Из темно-синих у нас две большие. Что еще? Еще одна вот... А, ну, микро-панельки есть, загнутые. Ну, ничего нового, как бы, в этом плане нет. Вот эти вот здоровенные половинки этой вот самой вот этой бочки, цистерны. В плане ресурсности темно-синего набор ни о чем. В плане ресурсности с обычного синего тоже ни о чем. То есть, это, в принципе, ресурсник. Ну, какой-то такой, типа, колес, прочего. Но посмотрим, что это будет. У нас будет в одной функции крутиться мешалка сама. От того, что мы катим модельку. Переключаем коробку. И можно вращать ее просто на месте, вращая ручку. Также в модели стоит по центру макет двигателя. Так вот, маленький. Очень радует, что его часто вставляют в модели. Ну, сидушки обычные. Тут ничего нового. В целом, набор... Ну, пока мне видится он самым слабым, наименее лично мне интересным. Хотя, впервые бетономешалка в Лего, и она функциональна. Ну, именно в технике. В системе какая-то была. Она тоже была функциональна. Это было прикольно. Вот такие вот новинки. Фотографии появились у нас. Новинка уже выходит буквально совсем скоро. Осталось тут ждать сколько. Сегодня 20-е число. То есть, осталось ждать месяц и примерно недельку до их выхода. Как раз мы все вышли из карантина, наконец. И ходим на работу, зарабатываем деньги. И надеюсь, на новинки нам этого хватит. Кстати, про цены. Вот фото с каталога. Конвертоплан у нас стоит 130 евро. Довольно-таки много. Но сейчас я сразу буду пересчитывать, наверное, на рубли. За конвертоплан, скорее всего, цена будет от 10 тысяч рублей рекомендована, я думаю. Но, вероятнее всего, по скидочке за 7 можно будет урвать. Ну, довольно-таки много. Но набор большой. За Вольво. У него рекомендованная цена 250 евро. И это ровно 20 тысяч рублей. Я думаю, 20 тысяч рублей на него рекомендованную цену поставят. Тоже, на самом деле, очень неслабо так. Вот. Довольно-таки дорого. За 3 мотора. Хоть там иного будет. Но, с другой стороны, там будет очень много деталей. И по функциям что-то будет интересное. Но в плане ресурсности электрики лучше купить 42099. Я считаю, это отличный ресурсный набор. Думаю, по скидке Вольво получится 1000 за 15. Я думаю, там, в минус 25% получится взять. И бетономешалочка. Бетономешалка стоит 99. Ну, 100 евро она стоит. Ну, это 8 тысяч рублей. Но вот за бетономешалку 8 тысяч рублей, мне кажется, вообще, как-то ультра цена для него большая. Мне видится адекватной ценой на этот набор. Это вот 1006 рекомендованная. Ну, 7, ладно, рекомендованная стоимость для бетономешалки. Ну, и по скидке там за 5, может быть. Надеюсь, 4,5 было бы вообще хорошо. Но, честно, мне этот набор пока меньше всего привлекает. Видится он мне наименее интересно. Только то, что первый бетономешалка, наконец, в технике. На этом все. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал, поставьте лайки этому видео. Посмотрите другие мои видео в плейлистах. Обучающее видео новая часть выйдет уже буквально скоро. Про подвеску, про все виды подвески. Думаю, там будет очень много полезной и интересной информации. Скоро выходят ролики про мои самоделочки еще 2. Это монстр трак и фронтальный погрузчик маленький. На неделе я постараюсь их смонтировать, выложить. Я вышел на работу, поэтому видео буду ходить немножко реже. Поэтому поставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видосиков. И всего вам хорошего. Пока. Пока. Продолжение следует...